Вы знаете, насколько важно сегодня понимать такую простую истину? Что человек, он может быть верующим, и мы это видим, но в то же самое время не переживать сверхъестественных действий Бога в своей жизни. Это раз. Во-вторых, человек может быть верующим и быть несчастным. Человек может быть верующим и быть пораженным. Я говорю кратко, но советую всем эти тезисы записывать. Человек может быть верующим, но пораженным. Вроде бы он в церкви, он верующий, рожден свыше, но пораженный. Причина, что люди верующие не находятся в правильном учении. В учении о Духе Святом и о Четвертом измерении. Вы должны знать, что апостол Павел в послании к Галатам сказал очень важные слова. Посмотрите, хочу зачитать вам, ни в коем случае не пройти мимо. Потому что это наше основание. И апостол Павел говорит. Третья глава. Второй стих. Третья глава Галатам. Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили Духа или через наставление в вере, то есть Духа Святого. Через дела ли закона, другими словами, был закон, смотрите, и через закон люди пытались получить Дух Святой. Или, давай выражусь так, через соблюдение закона люди пытались получить Духа Святого. И, к примеру, когда человеку говорилось, просто тебе нельзя делать это, тебе нельзя делать, к примеру, другое и третье. И через вот эти запреты придет к тебе Дух Святой. Чтобы вы знали, апостол Павел говорит, через запреты, законы, правила, обряды, ритуалы, традиции Дух Святой не приходит. Поэтому нужно сегодня знать, а как тогда он приходит. И апостол Павел открывает эту тайну и говорит, Дух Святой приходит через наставление, или перевожу вам, учение. Наставление в вере, то есть как верить. Если тебя научили правильно верить по Писанию, по-библейски, то тогда только Дух Святой к тебе придет. Если же тебя научили верить неправильно, и ты веришь в неправильные вещи, и можно, послушайте, с Библией в руках заблудиться. Можно, имея Библию и зная ее, верить неправильно, чтобы вы это знали. И правильное учение, которое приводит тебя к тому, что Дух Святой становится твоим сотрудником, это великий дар и великая слава. И когда люди слышат правильное учение, они входят в контакт со Святым Духом и переживают сверхъестественное проявление всемогущества Бога. И ты должен это понимать. Когда речь идет о четвертом измерении, друзья, мы должны понимать самые простые вещи. Четвертое измерение – это духовный мир. И третье измерение, включая второе и первое, это физический мир. Это наши обстоятельства, это наша жизнь, это наше тело, это все, что вокруг нас, все, что видят наши глаза и то, с чем мы сталкиваемся. Но вы должны знать, что четвертое измерение контролирует третье измерение. И человек, который знает о четвертом измерении, он может господствовать над третьим измерением. Послушайте меня внимательно сейчас. Бог сотворил человека. И мы, посмотрите, являемся людьми, которые принадлежат к третьему измерению. Потому что мы из плоти и крови. У нас есть тело. Но Бог вложил в нас дух. И дух, он принадлежит к четвертому измерению. Но так как мы находимся в своих телах, то мы ограничены. И мы ограничены в своих телах, и дух внутри нас, он тоже ограничен нашим телом. Внимание, прошу вашей концентрации сейчас. Поймите, если вы научитесь, научитесь тому, о чем я учу, вот сейчас конкретно о четвертом измерении, вся ваша жизнь, она будет полностью изменена. Жизнь человека может состоять из великих чудес Божьих. Смотрите, что происходит. Человек, он ограничен. И дух заключен в этом теле. Бог есть Творец. Если вы записываете, записывайте это. Бог есть Творец. Знаете, Он Творец, и Он хочет всегда творить. И когда Он сотворил нас, Он вложил в нас дух. Он вложил в нас, как духовный мир. И Он вложил в нас эту творческую способность. И когда Он ее вложил в нас, мы должны понять, каким образом я могу войти в четвертое измерение. Каким образом эта творческая способность может проявиться в моей жизни. Итак, очень часто, очень часто мы ждем, чтобы Бог начал что-то делать в нашей жизни. Но суть заключается вот в чем. Что когда мы говорим, Боже, если тебе будет угодно, сделай это. А если не будет угодно, не делай. Очень часто Бог не имеет отношения к тому, о чем ты говоришь. И Он поручил это тебе. И только когда ты проявишь творческую инициативу, только тогда Бог в сотрудничестве с тобой сотворит то или другое в твоей жизни. Творческая инициатива. Когда ребенок находится в тяжелом положении, мы можем сказать, Бог, Бог, как сегодня мы слышали свидетельство. Но ты, если хочешь, если можешь, но Бог, Он говорит, нет, ты, ты ответственный за это. И когда мама и дочка, они вошли в четвертое измерение, только тогда Бог двинулся и сотворил чудо. Вы должны понять, как работает все на самом деле, как сотрудничать с Богом. Если ты стоишь, опустив руки, если ты думаешь, что это Бог делает какое-то зло в твоей жизни, что Бог что-то допускает, что Бог будет что-то делать и изменять ситуацию в деньгах, ситуацию в здоровье, ситуацию в твоей семье, ты должен понять, это будет продолжаться до конца твоих дней, пока ты не возьмешь ответственность. И пока ты не проявишь творческую инициативу. Бог нам говорит и повелевает, чтобы мы, внимание, господствовали над третьим измерением посредством Духа Святого. Так как теперь? Смотрите, я говорю так, чтобы потом вы могли эту проповедь взять и, слушая ее много раз, вы только начнете понимать. Так каким образом Бог вложил в меня четвертое измерение Духа? Вот здесь мой Дух принадлежит к четвертому измерению. В нем есть творческая способность. И у меня стоит вопрос, каким образом я могу в ограниченном, тело мое ограничило мой Дух, как я могу повлиять на обстоятельства вне моего тела? Как я могу повлиять на обстоятельства, к примеру, в моих финансах, в моей семье, в обстоятельствах? Теперь слушайте внимательно, друзья. Есть один секрет. Ты можешь выйти за рамки своего тела посредством концентрированных видений и образов в твоем воображении. И когда ты входишь в четвертое измерение, ты должен знать язык Святого Духа. Это концентрированные образы и видения в твоем воображении. Посредством концентрированных образов я могу выйти за пределы своего тела и увидеть растущую церковь, увидеть растущий бизнес, увидеть благословение на своей семье, увидеть сверхъестественное чудо исцеления. Увидеть чудеса любого рода, потому что таким образом ты входишь в сверхъестественное. Вы должны знать, то, что я сейчас скажу, вас шокирует, может, и удивит. Многие люди вообще этого не понимают. Четвертое измерение – это духовный мир. И чтобы вы знали, в духовный мир могут входить неверующие люди. Многие колдуны, многие ведьмы. Они входят в четвертое измерение. И они там встречаются, соприкасаются с духом лукавого, с духом дьявола, с дьявольскими духами. Именно поэтому мы можем увидеть, что оказывается, какой-то экстрасенс, или какой-то колтун, или какой-то там знахарь делает какие-то чудеса. И когда он делает чудеса, люди говорят, глянь, он даже исцелил больного. Посмотри, он оторвался от земли. Есть люди, они оторваются от земли и летают по воздуху. Потому что они посредством концентрированных видений входят в четвертое измерение и соприкасаются с духом лукавого. Когда Моисей пришел в Египет, там были волхвы. И когда Моисей начал творить чудеса, все эти мудрецы египетские волхвы, они повторяли за ним чудеса. Кто-то помнит? И когда он сотворил чудо, они тоже сотворили чудо. Он сделал так, чтобы там вода превратилась в круг. И они повторяли за этим. И они делали чудеса. Но суть вот в чем. Запомните одну вещь. Пришел момент, когда Моисей стал делать чудеса, и они уже не могли их делать. Потому что они соприкасаются с бесами. Эти люди соприкасаются с бесами. А мы соприкасаемся и входим в контакт с всемогущим Богом, Духом Святым. И все бесы, они ограничены. Бесы могут творить какие-то чудеса. Но это всегда будут ограниченные чудеса. Но то, что делает Дух Святой, то, что мы видим на наших собраниях, то, что мы видим в нашей жизни, это может сделать только всемогущий Бог. Кто-то даст Богу славу? Вы должны знать, что этот принцип, он был, он не появился сегодня в Духовном Центре Возрождения. Нет, друзья. Этот принцип, он был изначально до сотворения мира у Бога. И Бог все творил согласно этому принципу. Потом этот принцип, он учил его кого? Кого научил Бог этому принципу? Авраама. И посмотрите, и люди, все люди, которые не знали Бога, колдуны, которые были погружены во тьму. Весь мир, друзья, раньше он был погружен полностью во тьму. В язычество, в поклонение бесам. Но они пытались, дьявол всегда пытается копировать Бога. Поэтому даже в народе существуют такие поговорки, о которых люди не догадываются, откуда эти поговорки пошли. Они пошли прямо с логово колдовства. Когда говорят, говорят на человека, говорят, в гробу я его, что? Видел. И вы знаете, откуда это? Потому что многие колдуны убивают людей по заказу. Вы слышали за это или нет? Нет. И когда им дают фотографию, они видят эту фотографию, потом смотрят на этого человека. И они концентрируются в своем воображении, входят в четвертое измерение, соприкасаются с духом убийцы. Есть такие духи-киллеры. И они видят, 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 как хоронят этого человека. Видят, 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 видят. И потом обязательно они приходят на его похороны, чтобы продублировать то, что они видели. Поэтому всегда на таких похоронах, если есть человек, колдун какой-то, и люди даже говорят, вот он пришел, потому что это он. Эти поговорки, они пошли от колдунов, от ведьм. Я вам скажу, что христиане сегодня находятся в обмане. Потому что очень много религии, в религии очень много боли, вины, суда, разного рода просто ограничений и давления. И человека загоняют в такое состояние, чтобы человек, он чувствовал себя ничтожеством, чтобы он чувствовал себя пораженным. С каждой проповеди пытаются ему напомнить о том, что он плохой и что с ним все вообще будет плохо. И религия, она делает, она калечит людей. У нас не будет религии, вы слышите или нет? Бог приходит для того, чтобы поднять, для того, чтобы вытянуть тебя, чтобы дать тебе будущность. Кто-то здесь аминь скажет? Поэтому от религии нужно удаляться. И дьявол, он обманывает христиан. У него желание, чтобы ты ничего не знал, чтобы ты ничего не понимал, как действует Бог. Поэтому, друзья, запомните, самое первое, что человеку нужно понимать, что Бог имеет дело с нашими помышлениями. И Бог не сотворит ни одно чудо в твоей жизни, если Он не пройдет через твои помышления. Он должен пройти через твои помышления и твою веру. И таким образом войти в твои обстоятельства. И сотворить чудеса. Кто-то меня понимает сегодня? Язык Святого Духа, друзья, это образы и видения. И когда ты начинаешь молиться, ты можешь молиться и просить Бога об исцелении, но видеть картину смерти. Ты можешь молить Бога о процветании, но видеть картину банкротства и нищеты. Бояться и наполняться образами, как кредиторы придут, банк придет и заберут у тебя твою машину, твой дом. Ты можешь молиться о счастливой семье, но все время бояться и видеть образы, как твоя жена ушла или твой муж бросил тебя. И из-за этого люди приходят к разочарованию в своей жизни. Они перестают доверять Богу. Они думают, что Бог вообще не поможет им. Но на самом деле нужно просто знать, как действует Бог, как Он действует. 13 глава Бытия. «И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, возведи очи твои из места, на котором ты теперь посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки». Понимаете, мы всегда читаем и думаем, что Авраам, он просто физическими глазами это видел. Но если ты читаешь Библию внимательно, то вдруг ты начинаешь понимать, что Иисус стоит с учениками, и в какой-то момент Он говорит, посмотрите на нивы, как они побелели. И речь идет вообще не о каких-то физических проявлениях. Он с ними говорит, и Он видит то, что они даже не видят. Посмотрите, друзья, мы должны понять, что когда я начинаю работать над тем, что я вижу, я начинаю работать над тем, чем я овладею. И вы должны всегда помнить, дьявол хочет, чтобы вы видели поражение. И он неусыпно работает над этим. Он все время пытается внедрить в твое сознание образ поражения, образ боли, нищеты, образ каких-то плохих новостей. И когда человек не знает откровения о четвертом измерении, он обязательно будет постепенно поддаваться под это давление. И когда человек, смотрите, он постепенно поддается, неизбежно, по чуть-чуть и по чуть-чуть, его разум начинает адаптироваться к негативным образом, к поражению. И через какое-то время, когда человеку нужно, нужно увидеть все по-другому, он просто не может, он просто не способен. И у него появляется такая уверенность в негативе, что он начинает это даже говорить другим. Говорит, вот я же говорил, что так будет, и всегда о плохих вещах. Вот я так и думал. Слыхали такие выражения? Вот я же говорил. И есть женщины, которые любят доминировать, контролировать, и посредством негатива они притягивают все самое плохое, и даже в этом пытаются себя утвердить. В то время, когда нужно развивать в себе положительное мышление, нужно знать, какой Бог. Бог есть свет. Бог есть тот, который позитивен. И когда ты начинаешь мыслить на его волне, тогда начинаются чудеса в твоей жизни. Сколько бы ты ни постился, если ты не изменишь свое мышление, на твой пост не будет ответа. Сколько бы ты ни молился часов, если ты не изменишь своего мышления, не будет ответа. Что бы ты ни жертвовал, если ты не изменишь своего мышления, у тебя не будет ответа. Ты должен сегодня услышать истину. Самое главное – изменить свое мышление. Начать работать над ним с самого утра. И когда ты просыпаешься, делай, как я. Я просыпаюсь и в самую первую очередь. Я вхожу в это состояние, когда мой разум, он должен утверждать и видеть правильные вещи. Вы знаете, за визуализацию, кто из вас слышал? Посмотрите, почти все. Визуализация – это когда люди берут картины, вешают машину, дом и так далее и тому подобное. И вот я вам расскажу историю одну про себя. У меня была визуализация. У меня была такая большая картонка, и на ней было очень много разных картин, которые я буквально по многу часов в день видел. И потом, когда это все произошло, ну прошло, может быть, там года полтора, и я увидел, что все, что я вижу там, ничего абсолютно не сбывается. И я стал задавать Богу вопрос. «Боже, почему? В чем разница? Почему, когда я это вижу, именно вот эти картины, которые я тут повесил, ничего не сбывается?» И Бог мне тогда проговорил, потому что меня этому откровению учил сам Бог. И Он мне проговорил, все эти картины, они у тебя на этой доске. Убери эту доску, все эти картины должны быть в твоем разуме. Ты не должен видеть никаких досточек. Ты должен четко, ясно видеть это в своем разуме. И как только я начал видеть каждый из этих образов в своем разуме, все эти вещи буквально мгновенно начали происходить в моей жизни. Вы знаете, большая разница между тем, что у тебя на картинках, и что у тебя в разуме. Бог хочет, чтобы доска визуализации была у тебя в голове. Бог хочет, чтобы ты видел, чтобы ты отрекся от всякого негатива и четко и ясно видел. И когда это происходит, в твоей жизни начинаются глобальные перемены. Авраам, все, что он увидел, Бог дал. И до сих пор вся эта земля принадлежит евреям. Потому что когда-то Авраам это увидел. В твоей жизни то, что ты увидишь, в этом будут жить твои дети, в этом будут жить твои внуки, и в этом будут жить твои правнуки, и, возможно, тысяча поколений. Потому что если ты чем-то овладеешь, это придет в твою жизнь. Аминь. 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 Аллилуйя. Посмотрите, я сегодня буду краток, потому что я бы хотел об этом учить несколько часов. Но я не смогу выдавать здесь все учение. Я просто хочу вам дать пару важных советов, которые вы можете прямо сейчас начать делать. в той сфере, где у вас есть поражение. И там возьмите сферу, где у вас все хуже, чем можно себе представить. Вот где все, казалось бы, уже неизменно плохо. И в этой сфере начните видеть себя победителем. Начните видеть себя в совершенной победе. Когда вы каждый день воспроизводите этот образ и повторяете его, и прокручиваете его еще и еще, это как живая картина. В этот момент самое главное не остановиться. Уверовать, напиши себе, уверовать, что именно это сто процентов произойдет с тобой. Нужно войти в состояние, когда ты уже чувствуешь, что ты этим обладаешь. Что ты этим уже овладел. Что оно у тебя уже есть. Понимаешь, когда оно в разуме, это только начальная стадия. Но когда ты уже и видишь это, и ты чувствуешь, что это у тебя уже есть, вопреки той реальности, которая, возможно, тебя окружает. Именно это является самым ключевым моментом. Иисус постоянно об этом учил. И Он говорил, если вы скажете Горесии, пересядь в море, и что дальше? И не усомнитесь. То будет вам. И многие вещи Он говорит. Смотрите, Он говорит, чего не попросите в молитве с верою? Что? Вера, друзья, это конкретное внутреннее состояние. И когда ты что-то видишь, и ты входишь в состояние веры, то есть ты внутри начинаешь наполняться и наслаждаться, так, как будто бы ты уже это получил. Ты так себя чувствуешь. Ты начинаешь в этой молитве улыбаться, потому что ты уверовал, что это у тебя есть. Ты такое наслаждение начинаешь испытывать. Если человек не доводит себя в этой молитве до состояния веры, то есть и наслаждения, удовлетворения, радости, победы, то, конечно, он молится мертвыми молитвами, и у него не будет результата. Но если он дошел до этого состояния, ответ будет неизбежен. И смотрите, что происходит. Ты стоишь, и ты переживаешь это прекрасное ощущение, как будто ты уже в этом находишься. Иисус говорит, сомнения не допускай и не усомниться. Сомнения хотят разрушить твои чувства. Запомни это. Сомнения хотят разрушить твою внутреннюю вот это наслаждение, вот это состояние, когда ты обладатель, чтобы ты начал чувствовать ущербность. Что это такое? Ой, дорогие мои, давно вы что? Боже мой, не надо больше закреплять. Хорошо, спасибо. Пусть Бог тебя благословит, чтобы так и было у тебя. Послушайте, и вы должны понять, когда ты вот это наслаждение переживаешь, представь, на минутку у тебя проблемы с мужем. Реально муж вообще не понимает ничего, ведется. Ты как женщина вообще, ты смотришь на него, и ты понимаешь, что счастье в жизни с ним, того женского счастья, счастье как жены, как просто, ну, которая мечтает о таком мужчине, чтобы он заботил. Ну, нет, все этого счастья. Но если ты входишь в четвертое измерение духа, и ты видишь это, и ты приводишься в состояние, что ты уже именно такая, что все именно так, и ты уже наслаждаешься, ты уже это переживаешь. И потом дьявол, он пытается покушаться, потому что ты выходишь с молитвы, и он делает опять что-то неправильное, чтобы что? Разрушить в тебе это. Потому что бесы будут его же использовать, чтобы разрушить в тебе это. Ну, и глупая женщина, она сразу поддается, да он такой-сакой, и старые слова пошли. И старое видео крутится в голове. И все старое. Вы понимаете, что это бесы или нет? Скажите, вы понимаете или нет? Это демоны. Нужно остаться в этом образе. И уже что бы он ни делал, не позволить ему повредить твой дух, повредить тот образ. Что бы он ни делал, нет, я все равно верю больше истине, чем тому, что дьявол делает. Вот эта дьявольская правда, нужно от нее отречься. Кто-то скажет «Аминь». А истина Божья, она здесь. Потому что ты – дитя Божье, ты – дочь Божья. И ты имеешь полное право, и это тебе принадлежит, чтобы у тебя был самый крутой муж, эмэ, который будет делать то, что ты хочешь. Сестры тут «Аминь» скажут или нет? Мужья нахмурились. Все нормально. Все, что женщины хотят, они… Я расскажу на женской конференции. Смотрите, дорогие, и когда ты входишь в состояние наслаждения, состояние обладания, и ты в нем пребываешь, это есть время, которое называется инкубационный период. Это время, когда зарождается все. Поймите, как только ты решил… Вы слышите меня все сейчас еще? Жарко, я знаю. Потерпите, послушайте. Как только ты решил, что ты двигаешься в определенном видении, и ты имеешь внутри твердое решение, четкий образ. Смотрите, твердое решение, четкий образ. И ты начинаешь, молясь на языках, видеть эту картину. Ты начинаешь переживать чувства. Как только ты начал, слушайте, что я сейчас скажу. Запомните такую вещь. Бог действует в тайне. И когда ты двигаешься в вере, то во внешних обстоятельствах все остается по-старому. Потому что Бог никогда не действует явно. Он действует тайно. Для того, чтобы ты не видел, что Он работает. И тебе нужно оставаться в инкубационном периоде в этой вере и развивать его сильнее и сильнее, сильнее и сильнее. И ты представь себе, Бога как будто нет, как будто бы Он далеко, как будто бы Он не действует, Он ничего не меняет. Но ты продолжаешь верить, продолжаешь эти чувства в себе укладывать, обладать этим предметом своей веры. И потом приходит день, когда Господь, Он убирает полностью занавес. И ты видишь, что оказывается, все это время, как только ты начал, как только ты начал верить и молиться, Бог с этого момента уже творил новые обстоятельства вокруг твоей жизни. Кто-то меня услышал? Дай Богу славу. Аллилуйя. Теперь смотрите. Момент. Очень важно понимать, что дьявол с самого детства над нами работал. И он работал над нами, смотрите, внедряя в нас сознание поражения. И из-за того, что мы это проходили, это было в детстве, это было потом в подростковом возрасте, это потом какие-то были моменты уже в юности, и у кого-то это было практически всю жизнь, сатана пытался внедрить тебе сознание поражения, уничижения, сознание просто неудачника. И когда мы пришли в церковь, бывало такое, я видел такое, когда человек пришел в церковь, то его сознание поражения еще больше стало. Потому что мало того, что он был несчастный, он пришел в церковь и понял, что он еще и страшный грешник. И выход он не увидел. А в церкви люди должны узнать, что они грешники, но они должны узнать, что они избавлены Богом. В некоторых церквях первая часть есть, второй нет. Первая часть, что они грешники, и что им конец есть. А вторая часть, что Иисус их избавил, и они идут на небо, как-то время не хватает на проповеди. И смотрите, что происходит. Когда ты сейчас начинаешь двигаться в четвертом измерении, ты должен каждый день питать свой разум сознанием победы. сознанием победы. Кто-то меня сегодня слышит или нет? Ты думаешь, вот если бы у меня был бизнес, я бы сейчас вот поднялся, и тогда бы мое сознание поменялось. Нет. Это все не то. Ты должен до того, как что-либо изменится в твоей жизни, начать питать свой разум сознанием победы, и тогда все в твоей жизни пойдет вверх. Сознание победы, друзья, это реальная вещь. Запомните, можете себе записать. Накорми свой разум сознанием победы и избытка. Накорми свой разум сознанием победы и избытка. И когда это начинает происходить в тебе, и ты каждый день над этим работаешь, ты каждый день приходишь к Богу и начинаешь наполняться этими мыслями, что ты благословенный во Христе Иисусе, что ты имеешь мудрость во Христе Иисусе. Кто из вас хочет мудрость? Аллилуйя! Так вот, запомните, сначала у тебя должно быть сознание того, что во Христе Иисусе ты уже имеешь мудрость. Амин! Во Христе Иисусе я благословенный, я благословенный, и ты начинаешь размышлять над этим словом благословенный. То есть, что значит благословенный? Что для тебя значит благословенный? Когда я молился об этом, то для меня слово благословенный значило, что в моей жизни все, что я хочу, приходит. Потому что, когда я был проклятый, в моей жизни ничего не приходило. Все, что я хотел, приходило куда-то к моим врагам. А от меня оно уходило. Но когда я стал благословенным, я понимал, что я хочу. Я хочу, чтобы, вот если я о чем-то мечтаю, чтобы оно пришло в мою жизнь. И вот я хочу тебе сказать, ты начинаешь размышлять, что такое быть благословенным. И ты говоришь, я благословенный. Я делаю все правильно. Дух Святой меня направляет. И ты кормишь свой разум сознанием победы и избытка. И именно через эти вещи, друзья, мы начинаем входить в четвертое измерение Духа. Именно через эти вещи. Я хочу вам сказать, друзья, помните, если вы будете перекладывать ответственность за свое предстоящее будущее на Бога, это будет вашей грубой ошибкой. Каждый из нас, мы должны взять ответственность за предстоящее будущее на себя. И посредством концентрированных образов и видений повлиять на предстоящие события. Что будет у тебя через неделю, через месяц, через два-три месяца, это зависит, я еще раз говорю, это зависит от тебя. Потому что Бог, Он сказал, какой мерою меряешь, такой у тебя что? А балкон скажет? Отмерено. Отмерено будет. Если ты сам себе не отмеряешь, если ты ответственности не берешь, то Бог за тебя делать работу не будет. Потому что Бог двигается по твоей инициативе. Поэтому, заканчивая эту мысль, я просто скажу вам, мы должны проявлять, запиши себя, мы должны проявлять инициативу в творчестве. Нам необходимо, второе, взять ответственность за предстоящие события, за предстоящее будущее. мы можем посредством четвертого измерения влиять на предстоящие события в нашей жизни. Мы можем увидеть мощнейшие изменения. И все это Бог нам дал как ключ. Когда ты в четвертом измерении, ты должен знать, что Бог может сделать самое невероятное. и четвертое измерение, ответственность лежит на тебе. Когда Юнгичо молился Богу, и он говорит, дай мне еще пожить, я хочу долго жить. И вы знаете, я слушал эту проповедь, это очень интересная проповедь. И что удивительно, что Бог, он ему не ответил просто так, а он ему сказал, я не могу тебе ответить, скажи, сколько ты хочешь жить. И когда Юнгичо сказал ему, сколько он хочет жить, он сказал, хорошо. Вы должны знать, что сегодня многие вещи вы Богу не говорили. знаете, как вы рассуждаете? Ну, как Бог даст? А Бог говорит, а я не знаю, что тебе дать. Ты решай. Ты принимай решение. Ты сотрудничаешь с Богом. И на колледже гора Моисея, друзья, когда мы прямо там будем входить в четвертое измерение, и я буду вести вас на этих уроках и на этих молитвах, я знаю, что обстоятельства вашей жизни из каких-то, может, плачевных обратятся в самые счастливые, радостные, победоносные обстоятельства. Это будет золотое время вашей жизни. Аминь.